Директор Технического федерального университета и профессор Петер Шарф, директор Технического университета Римминал Германии. Можно задавать? Да. Пару слов об итогах, то, что удалось, к чему-то прийти. Вопрос к кому? Всем? А мне? Ну давайте тогда, если позволить, я начну. Значит, смотрите, мы завершили двухдневную работу. Значит, вчера была работа в более узком составе, это так называемая группа экспертов, там было буквально до 10 человек, это рабочая группа. Сегодня встреча была гораздо более широкая, приехали уже руководители, значит, вот мои коллеги из федерального университета и профессор Шарф из Технического университета Римминал. И были проректора, ну, десятка, полутора десятка ведущих университетов нашей страны, от Санкт-Петербурга там до Томска, до Сибири и так далее. То есть все ведущие практически университеты были представлены курирующими проректорами. И мы имели очень плодотворное обсуждение. Вчера рабочая группа обсуждала, я об этом коротко говорил, какие трудности есть на пути реализации совместных созданий и реализации совместных образовательных программ, магистратуры, но и в меньшей степени аспирантуры. Эти трудности были четко структурированы, сформулированы, сгруппированы, и мы теперь понимаем, что нам мешает развиваться дальше. А сегодня рабочая группа доложила результаты вчерашней работы уже более широкому составу, руководителям университетов уже. И мы провели такой очень обстоятельный обмен уже опытом, практическими работами, практической реализацией программ международного сотрудничества по ряду университетов. К недугой доложил свой опыт, вот Германа Российского института новых технологий, федеральный университет, свой опыт, несмотря на санкции, университет прекрасно развивается. Другие университеты представили свои наработки, и все, я верю, что это было искреннее убеждение, но все пришли к мнению, что встреча получилась, и получилась реально очень полезной для всех. Помимо того, что были высказаны, распределились опытом, может быть, пришли к какому-то итогу, каким-то решением по итогу этого проекта? Итоговое решение такое, что, вот смотрите, здесь собралась ассоциация ведущих университетов в России, да, которая включает в себя федеральные университеты и национальные сельские университеты. Это, ну, где-то там 4-5 десятков университетов ведущих университетов в России. И вот от имени этой ассоциации мы направим наше предложение по изменению нормативной базы вплоть до изменения, внесения поправок, если это необходимо, естественно, федеральный закон о образовании Российской Федерации, если это необходимо, для того, чтобы снять барьеры, мешающие на интернационализации российского образования. Поэтому сухой ключевой остаток будет подготовлен конкретный перечень предложений, значит, первое, Федеральное министерство науки, сейчас это называется, Верша образования науки Российской Федерации, Рособорнадзор, Комитет по образованию Государственной Думы и Правительство Российской Федерации с нашим пониманием, как дальше развивать интернационализацию российского университета. А барьерах, несмотря на то, что поменялось немного формат мероприятия, каким он планировал изначально, это повлияло как-то на проведение мероприятия самого форума сегодня? Вы знаете, ну, в какой-то степени, конечно, повлияло. Наверное, никто не скажет, что вот мы собирались обсудить эти проблемы с нашими немецкими коллегами, и раз они не приехали, что ничего не поменялось там, всё. Конечно, какой-то эффект от этого есть, потому что мы сейчас обсудили те проблемы, которые есть с нашей стороны, но совершенно практически не касались проблем, которые есть на той стороне. А движение-то должно быть встречным. Поэтому в этом плане, конечно, мы немножко недоработали, это очевидно. Но ещё раз повторю, что российская часть, вы можете любого участника этой встречи спросить, они вот здесь, я думаю, что каждый подтвердит, что это была очень полезная, очень полудопорная работа. Уточнение, получается, что немецкая часть была немного таком хичомом, да? Да, то есть мы полностью проанализировали, обсудили, как бы, те завалы, которые есть с российской стороны в российском законодательстве, но то, что есть с немецкой стороны, естественно, мы имеем очень такое, ну, неполное представление, скажем. Можно, гостю, из Германии вопрос, почему вы согласились приехать, несмотря на официальный указ и делегации приезжать в Казан? Я бы хотела подчеркнуть, что я являюсь представителем учёного сообщества, и я здесь как учёный. Учёные имеют определённую миссию. И эта миссия заключается в том, чтобы дать людям возможность жить в более хороших условиях и развивать лучшие условия для жизни во всём мире. И что я делаю здесь, это попытаться сделать небольшую поддержку к этому. И скромный вклад в это дело. Спасибо. Андрей Павлович, вопрос вам. Вы сталкивались в своей карьере во время работы с подобным отношением со стороны иностранной диверсии, или это первый случай подобный? На самом деле, вот мы сегодня обсудили все вместе, что санкции – это нечто неопределённое, и очень тяжело предсказать, во что это вылится. И по реакции профессора Шарфа мы чувствуем, что и они сами не могут определить, что же это и на каком уровне помешает дальнейшему развитию. Тем не менее, мы понимаем, что все как люди, учёные Германии, их толерантные отношения, с учётом моего большой практики в Германии и опыта, они очень толерантны, особенно после тех событий Второй мировой войны, очень аккуратно относятся к правам человека. И в данном случае, обсудив вопрос, мы понимаем, что здесь встают политические интересы каких-то сообществ, или же правительства, не позволили принять участие делегации ректоров. И то, потому что они выезжали как некая организация, а не в частном визите, причём каждый из них внутренне поддерживает именно движение, совместную работу, понимая, что наука и образование нельзя разделять. Может быть, таким образом уходить от санкций? Частными визитами приезжать? На самом деле, что касается Крыма, у нас всё ещё, несмотря на санкции, мы находимся в десятке российских вузов по количеству иностранных студентов. Это в том числе показатель и по количеству визитов. Просто, может быть, мы не всегда афишируем, кто к нам приезжает, и они просят для того, чтобы не было угрозы на их должностях, которые они занимают с точки зрения правительства или санкционных органов, которые, может быть, и сами не заинтересованы, но вынуждены следовать какой-то букве закона, которую сами до конца действительно не понимают. Но на уровне личности и народной дипломатии, так называемой, этот процесс идёт достаточно активно. И существует даже общество друзей Крыма, которые особенно сейчас понимают... Вот профессору Шарфу предложу вступить в общество друзей Крыма. Возможно, после сегодняшнего события мы уже можем породниться. На самом деле, я должен признать сегодня, что позиция профессора Шарфа и его вклад действительно в развитие нормальных взаимоотношений, правильных взаимоотношений между людьми. Я считаю, что конференция отметила, и это важно. Всё-таки, несмотря на отказ делегации, профессор приехал, принимал активное участие. Мы здоровались за руку, и это не помешало нам дальше совершенно нормально общаться и искать ответы на вопрос. Ведь проблемы на самом деле очень похожие. И у немецких ректоров, и у российских ректоров проблема одна. Каким образом сделать качество образования таким, чтобы выпускники смогли поменять экономику и пространство вокруг и сделать её успешной? Вот задача. То есть подход прошлый, когда выпускники были востребованы некой экономикой, и они штамповались как некое массовое производство, ушёл. И теперь фактически мы должны создавать выпускников, которые должны создавать будущее и формировать ту экономику. Вот основной запрос, почему мы обсуждаем. А эта экономика не может быть отдельно или сепарирована по разным странам. И вот здесь необходимо межкультурное взаимодействие, необходимый обмен. Это то, чему был посвящён сегодня весь день. А иностранные студенты в Крыму. А с какими государствами? Ну, наибольшее количество это Индия, Пакистан, Украина в том числе. Как бы они с санкциями не сильно вроде? Ну, вот, на самом деле, достаточно большая часть мира, она санкциям не отвечает, а может быть, просто не знает и не читает. Тоже как вариант. Ведь вы, если не знаете о санкциях, живёте спокойно и спите нормально, и взаимодействуете, и здороваетесь на улице со всеми людьми. А если кто-то надувает и начинает раскручивать эту машину идеологической пропаганды, тогда возникают все проблемы. Мы же уже это с вами проходили, реально понимаем все вместе здесь, что учёным нельзя возвращаться в мир, когда идёт противодействие в научном и образовательном мире. Мы все коллеги, более того, ведь было ещё в самом начале создания университетов некое отличие между так называемым таун и гаун, то есть администрирование город, власть и правительство, они не имели возможности воздействовать на университет, на гаун, на мантию. И у университетов была некая самостоятельность. Вот, по сути, сегодня мы обсудили, что вариантов решения наших проблем обеспечения высокого качества, это самостоятельность у университета, возможность принять решение без вот этих правительственных ограничений. В этом случае у нас получится, ну вот, то будущее, которое мы строим. Взятки на вопрос, но мы не ответили, были ли подобные случаи со стороны иностранных делегаций, когда... Нет, на самом деле, вот такой именно отказ, когда именно встреча, ведь здесь не было принуждения подписывать какой-то документ, протокол совместно, заключение, соглашение вместе с Крымом. Не было необходимости проводить встречу на территории Крыма. Такое впервые, на самом деле, когда просто участие одного человека повлияло на решение делегации. Я думаю, что они сами просто испугались, не знали, каким образом решать. И последний вопрос с моей стороны. Получается, что университет должен был быть отделён от государства вот в этом отношении? Он должен быть иметь больше самостоятельности, на самом деле, для принятия решений. То есть университету надо доверять. Если мы говорим, что это люди, которые наиболее умные и интеллектуальные, и мы им доверяем, и просим от них создать что-то новое в экономике, тогда давайте им больше делегировать полномочия на принятие решений, таких простых, как признание, непризнание, развитие взаимодействий с партнёрами. Вот если мы дадим эту возможность университетам, тогда совершенно по-другому могут развиваться. Гораздо больше свобод появится у студентов. И мы создадим действительно вторую народную дипломатию в образовании и науке. Вопрос ко всем, если честно. Тогда, сори. Вы считаете, что университет должен быть отдельно от государства в принятии подобного решения? Ну, знаете, мир устроен так, что всё зависит от всего, скажем так. И, конечно, Андрей Павлович не говорил, насколько я понял, если я не прав, он поправит, он не говорил, конечно, об отделении университетов от государства, это не так. Он говорил о том, что университет должна обладать больше автономией. Да, потому что такое понятие, как академическая свобода, конечно, мы воспринимаем как некие дежурные фразы, но за этой фразой имеется глубокий смысл. Настоящая наука и полноценное качественное образование возможны только в условиях академических свобод. Вся история университетского образования это показывает. И то, что Андрей Павлович сказал, это как раз университеты, эти автономии должны быть наделены от государства. Да, государство финансирует, но в то же время наделяет в своём же интересе, в интересах общества, которым это государство управляет, оно, и я эту точку зрения разделяю, тоже должно наделять автономии высшее образовательное учреждение. Значит, вы consider это возможность одаче, что университетинра должна быть пространена от страны, в смысле чего-то в решении явления и ос正 Dharma WatchTON. Вопрос, что мерчан wrapsう này. Я называю «Университу» те, которые решили, что университетинweisen его обман, они не будут том, что университетинга может длиться, что университетинга не будет происходить. Наз complaints об этом, что университетинга вы elevается ни, Ютора? Это сложная вопрос. Мы должны понимать, что университеты частично финансируются государством. Таким образом государство в той или иной степени вымлечено в работу университета. На влиянии государства должны быть ограничены. Науку и университеты должны быть свободны. Никто не должен иметь право говорить нам, что делать. Это особенно важно, потому что это является компонентом или частью нашего базового закона, основного закона в Германии. Это закон о свободе, о независимости и также независимости от государства. Свобода призывает свободу преподавания, свободу исследовательской деятельности. То есть, если все это свести к самому основному, никто не может заставить или вынудить профессора университета поступать тем или иным образом. Конечно, в рамках законов и законодательства это естественно. Но я думаю, что это очень важно, что мы имеем академию как определенная институция для того, чтобы сделать все лучшее, и для того, чтобы быть нуклеусом на свободном мире и будущем. И мы считаем, что задача научного сообщества это создавать возможности для мирного существования людей, для того, чтобы мы могли жить в мире и согласия. Быть зародышами. Быть зародышами. Это процесс. В нашем университете учителя и учатся студенты работают профессора из 110 стран мира. Уже до сейчас, и я надеюсь, это будет в будущем, мы абсолютно нет проблем, также не с религиозной составляющей. У нас есть студенты, проповедующие ислам, христианство и другие религии. Поэтому в уставе нашего университета прописано, что мы хотим стать ядром, то есть той движущей силой, которая поможет нам жить в мирном и развивающемся обществе. Как дальше будут развиваться немецко-российские отношения? Ну, вы знаете, я очень оптимистичен относительно развития российских и германских отношений. Не только потому, что мы здесь создали, но действительно уникальное образовательное учреждение. Это Германский российский институт, совместный, да, мы совместно оперируем этим, значит, институтом высшего образования. Мой оптимизм основан на очень простой вещи, да, что несмотря вот на текущие политические моменты, а политические моменты приходят, уходят, приходят одни моменты, сменяются другими, иногда на диаметрально противоположное, особенно в таком бурном веке, как 21-й. Мой оптимизм основан на очень простой вещи. Я знаю изнутри, да, вот коллег, профессоров, ректоров немецких университетов, все без исключения понимают критическую необходимость и важность совместной работы в области образования, в области науки. И это абсолютно искренняя позиция, вот как российской стороны, да, мы это прекрасно понимаем, и это прекрасно понимают и наши немецкие коллеги, и наши немецкие друзья. Поэтому, несмотря вот на такую, но не очень хорошую текущую политическую конъюнктуру, я абсолютно уверен, что у нас будет очень яркое, благотворное, хорошее будущее. Потому что по очень простой причине другого быть не может. Если уж начнутся серьезные проблемы, если руководители государств начнут сжигать вот эти самые последние мосты, которые, это тогда уже мне представляется как некий конец света. Поэтому альтернативы, это отношение развиваться будет по очень простой причине. Альтернативы этому нет, это не пустые слова. Андрей Павлович, а у вас по университету динамика какая-то есть в последние годы по количеству зарубежных студентов, и сколько всего сейчас у вас обучается? Это первый вопрос. И второй, вот те ограничения, которые возникли сейчас, допустим, с теми же самыми западными университетами, как у вас складываются отношения, каким образом вы их выстраиваете? Ну, вопрос первый, что 2,5 тысячи студентов сейчас, это несколько меньше, чем было несколько лет назад, но незначительно. Тем не менее, мы входим в десятку лучших университетов Российской Федерации по количеству иностранных студентов, обучающихся, что касается первого. А что касается второго, как выстраивать дальше и как вы себе, как дальше двигаться, я предполагаю, что надо максимально исключать возможности правительственных визитов для нас, потому что они не могут просто-напросто это сделать, но тем не менее, личные визиты это максимально развивать. Вот наш путь, и по нему мы идем достаточно активно. И сейчас видно по динамике, которая в Крыму интересует многих. Другой вопрос, что, может быть, они не готовы сейчас это афишировать, что они приезжали в Крым, потому что то на одном, то на другом уровне демонстрируется возможность применения санкций. Но в то же время мы видим, что такие санкции применяют не только тем, кто приезжает в Крым, а, например, замдиректора Huawei арестовывают в Соединенных Штатах. То есть возможность применения силы к персоналиям для того, чтобы оказывать давление, действительно мы видим в мире на разных уровнях. Поэтому максимальная для нас возможность защитить партнеров наших – это максимально не говорить СМИ о том, что они у нас были. Бывает часто, да, западные? То есть США, Западные, Европа? Да, безусловно, конечно, есть. И США, и Западная Европа, и Германия. Наши выпускники сейчас – это Канада, например. И в большинстве случаев количество выпускников Крымского федерального университета в мире – их порядка 20 тысяч. Реально для каждого из них это альма-матер. И каждый у них воспринимает и гордится этим местом, где он учился, Крыма в целом, он его любит и всегда готов приехать. И вот сейчас в этом году, в прошлом году, в 2018 году мы отмечали 100 лет, это показало по количеству выпускников, которые приехали, посетили в Крым, насколько там… Естественно, это были не официальные визиты, а личные. И, на мой взгляд, это путь для того, чтобы поддержать эту активность в этот период, который пока санкции не снимут. Мы понимаем, что это не вечная история, что это вопрос всего лишь каких-то там персоналей на политическом уровне, и уверены, что она будет решена. 20 тысяч – это за 100 лет, получается? Почему за 100 лет? Нет, ну, может, за 100 лет больше, но на самом деле за последние 25 лет достаточно активно. В основном это медицинские специальности, а медицинские специальности – это люди, у которых гуманизм и оказание друг другу, оно в крови, да, какой-то помощи, оно у них с клятвой Гиппократа, и более того, они все, вот с точки зрения Канады, они приезжают и говорят, мы поезжаем по всему миру, по показаниям, особенно когда катастрофа, мы оказываем помощь всем, независимо от того, санкции, не санкции, мы просто не слушаем. С другой стороны, у них возникают проблемы, это говорит, на границе, потому что смотрят по паспорту, куда мы приезжали, там эта страна под санкциями, эта страна под санкциями, но это корпус врачей мира, которые оказывают помощь везде. И, на мой взгляд, это и есть тот самый путь решения преодоления проблем политических через проблем человеческих взаимоотношений и гуманизма. Спасибо большое. Скажите, почему в названии института Германа на первом месте, и есть ли шанс, что сейчас это название поменеют? Логика здесь очень простая. Знаете, российско-германский институт или германно-российский, ну, я не думаю, что это тот случай, когда нужно как-то одеяло на себя тянуть. Почему германно-российский оказался, а не наоборот, по очень простой причине. Значит, аббревиатура германно-российского это гринт, а если российский и германский, это будет ргинт, да, то есть не звучит. И более того, на английском языке германно-российский институт звучит так, German-Russian Institute of Advanced Technology, ГРИАТ. А если бы Р было впереди, а бы РГИАТ там, да, то есть не звучит. И ГРИАТ, это, если одну букву поменять, это будет ГРИАТ, да, то есть великий, отличный, хороший, замечательный. И наша молодежь, она говорит ГРИАТ, да, то есть даже такой слог он придумали. Это, еще раз говорю, это не тот случай, когда надо выпячивать, вот мы все-таки там, три первые и так далее. Значит, я вот с огромным удовольствием уступил это первым со нашим немецким друзьям, пусть они будут первым, никаких проблем у нас с этим нет. И звучит красиво, почти что великий, ГРИАТ, ну он где-то вот так. Если хотите, может, возможно, вы оставили это название Russian German, зеркальное, для того, чтобы открыть такой институт в Германии? Ну, может быть и так, кстати, неплохая идея, посмотрим, посмотрим. Поэтому каких-то здесь, ну, я не знаю, это не признак, с моей точки зрения, это точно не признак слабости, это скорее, наоборот, признак нормального уважения к своим партнерам, к своим друзьям. Заметьте, в словарях используют German Russian, Russian German, когда на словаре пишутся. Поэтому все очень просто, мы равные партнеры, мы абсолютно уважаем друг друга, мы абсолютно равны, здесь нет первого или второго в этом партнерстве. Это вот мой ключевой ответ. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.